всем огромный привет все там же все туда же мы уже с марусей вынесли мусор съездили фикс прайс уже съездили на своей машине ну знаете думаю уже третий день стоит нужно ее немножечко прокатать вот забрали со зона посылки сейчас ждем доставку должны привезти плиту плита именно вот та которая она не совсем та которая выдается новоселом да то есть когда вы получаете ключи от квартиры вам положено плита она по сути может быть каких-то новостройках она станет сразу вот это знаете такая а-ля советский союз с блинчиками супер электрическая как духовка на такая стационарная сейчас же конечно же с учетом того что эти печки никому нужны их потом хозяева да там утилизируют не знаю куда они там девают решили выйти из этой ситуации намного практичнее то есть дают такую как бы сертификат бумажечку да в определенное место ты можешь приехать либо взять то что положено либо посмотреть что есть на выбор то печка которая должна быть здесь по факту она оценивается 8000 и дальше ты уже смотришь из того что есть ты можешь доплатить и взять то что тебе нужно можно взять отдельно духовку можно взять вытяжку я вчера конечно не снимала и тот выбор который есть но скажу так он небольшой но и не маленький то есть это специализированный такой магазин в котором всякие такие штуки при бомбасы для печек для газовых для электроплит так как мы рассматривали индукционную поверхность то конечно же нас интересовала только индукция вот с индукциями выбора поменьше но все-таки можно было выбрать скажем так дизайны все разные фирмы тоже крона вот была представлена в трех или четырех вариантах вот конечно же сразу же я не смогла определиться мне нужно было почитать хотя бы отзыв потому что я рассчитывала совсем на другую возможно я думала что там как день деньгами отдадут и ты пойдешь и возьмешь но нет деньги не возвращают только здесь и сейчас ты можешь выбрать то что нужно можно не сейчас можно через год то есть у них ведется такой отчет да какая квартира получила какая не получила то есть ты расписываешься о том ты получил там доплатил купил коры короче вот в таком формате я выбрала сейчас вот ждем когда доставят вот ну и пока достает час соберу одну полочку которая пришла на зоне коридоре у нас конечно хаос не обращайте внимание но вот это те коробки которые мы взяли с машины еще такая коробка еще другая один словом это два одеяла полуторных детям это тюль два карниза потолочных и вот сейчас хочу собрать вот эту этажерку полочку соберу уже потом поделюсь что и как занесли мы еще одну коробку вот такой вот типа стеллаж но тут будут мягкие такие штуки но как бы не твердо но в любом случае хорошо какое-то место куда можно определить там хотя бы на на плечиках на тремпелях вот так что сейчас буду собирать ту полочку я собрала потом покажу как это все у меня получилось мне очень понравилось вот мы сейчас эту соберу соберем вот и тут надо снизу все начинать инструкции еще звоним по инструкции и самое интересное знаете вот так открываешь так приятно перчатки даже перчатки это очень здорово будем сейчас собирать конструктор этот для взрослых ну что я делала делала и устала делать потому что конечно нужно прилагать усилия и я тут напутала сделала большой расхождение большое тут еще одна должна быть полочка потом вот так ну сейчас мы уже будем убираться в торговый центр потому что потом вечером нас еще одна доставка и больше не будет возможности выбраться вот поэтому пока оставляю вот так потом уже приеду буду переделывать как бы пока все понятно но немножко руки подустали кстати пледы вчера купила два вот такие не это фикса салфетки взяли один распаковали один те которые по моему я вчера думала в леруа вот такие по 940 рублей очень классно очень приятные но это как раз вот 150 на 200 и все и все больше моему там не было размеров ну классные они знаете такие вроде бы серенькие но в то же время не прям серый серый такой немножко в голубой уходит одним словом не знаю мне понравились я долго машу соблазняла все-таки на серый хотя там бирюзовый хотела но остановились на серых очень красивые мне понравились и очень приятные такие дети у меня уже вышли ждут меня в машине поэтому сейчас тоже побываюсь и съездим торговый центр немножко перекусим и поедем на интернет вообще на вай фай полежала пока телефон заряжался седем на вай фай потому что на мобильном интернете как-то все очень слабо загружается попробуем дам если нет тогда не знаю как в этот промежуток который мы сюда приехали мы просто не успеем подключить интернет ну и так мы еще здесь находиться не будем то наверное при принципе он и не сильно нужен для таких бытовых нужд мобильный подходит а если вот загрузить видео выгрузить видео с мобильным сложнее вот но ничего это все такое мелочи пока сложка еще эти такой ух поедем пока прогуляемся хочу одни шорты поменять на другой размер вчера пыталась это сделать у них интернет тоже что-то там не работал поэтому не поменялась сейчас маша уже забрала сейчас собою соберусь возьму ноутбук с собой и выберемся туда торговый центр полоски решили на закате прогуляться к водоему такая красота березки закатное солнце и мы каждая уже вернулись как раз с торгового центра да 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 тут очень много отдыхающих прям очень много так как выходной каждый наверное несколько метров но мы пока просто посмотрим на красоту и водичка спокойная здесь ты аккуратно ты сейчас шлепнешься коряги какие сплели тут целую береговую линию вода вообще прозрачная затем тебе нравится здесь тихо спокойно скажи уже песка в ботинки в тапки набрали и будем возвращаться во двор на площадку нас там видно наш балкон как раз вот там смотрит на воду на красоту дадим очень классно да не я по песку не по не погребу у меня нога видишь хромает еще чуть-чуть вон ворона прилетела ходит проверяет чтоб порядки здесь были да ура скажи качели свободны да ну что мама молодец собрала целую гардеробную вот такая вот она стойкая то получается ну я вам хочу сказать что качеством я приятно удивлена вот эти полочки беленькие натянутые без всяких повреждений я конечно в два захода собирала это все добро но я думаю мужские руки собрали бы быстрее конечно забыли купить тремпеля плечики ну конечно тут супер килограммы наверное не повесишь но оно на это не рассчитано я тут уже так быстренько затрамбовала чтобы вроде бы поприятнее было еще распаковала одеяло одно вы знаете тоже прям очень приятно была удивлена на видео и фото которые там показывались они были знаете ну непонятные ну такое знаете двоякое мнение у меня складывалось но мне понравилось я обязательно закажу большое ну на нашу большую кровать получается матрас вот поэтому мне понравились конечно нужны пододеяльники потому что белое и быстро замарается а еще а еще я посмотрела тюль но повезу домой потому что я заказала 2,70 нам нужно 2,65 высота я думала знаете 5 сантиметров как бы не критично если там на нижнюю вернее ну да все правильно на нижнюю цеплять но мы так прикинули что все таки нет все таки нужно подшить поэтому я возьму домой но на самом деле тоже очень приятно удивлена не знаю конечно насколько там затяжки не затяжки но мне очень понравилось одним словом и пойдемте а кстати да кухня тоже кухня к нам приехала и тут тоже ящики ну как обычно наверное как всегда не знаю насколько по отзывам сперва они принесли вот эту большую планку я говорю подождите я начала уже по чеку проверить потому что я запуталась что должно быть чему не должно быть вот и да планку они как бы забыли потом принесли и там еще какие-то заглушки на плинтус вот этот их нет я не знаю как они я говорю как должны выглядеть но их нет вот поверхность тоже привезли но она там вся в как это называется ну короче в защите в этой поэтому и запакованная так прям совсем не удалось посмотреть но вроде все целое все хорошо здесь конечно не распаковала но посмотрела что там прям этот пенопласт поэтому думаю что как бы даже если какие-то повреждения по типу сколов да то наверное это будет вина все-таки не доставщиков а тех кто фасовал это все вот ну сейчас расскажу более подробнее про кухню и не только вот и пойдемте покажу еще покажу как у меня встала полочка в ванну прям вообще идеально как будто она здесь и была я конечно не очень люблю открытое хранение но в данном случае по моему очень даже вот ну конечно там еще можно чего раскладывать ложить довольно такой прочный пластик но конечно тоже килограммов сюда сильно не наставишь и вот видите это помещается ну возможно еще шампунь да а вот вот это то что повыше уже не поместится ну в принципе тоже уже места где есть что-то разложить это уже приятно потому что ну такое знаете хаос пока что хаос но будем осваиваться уселась тут на кухне особо тут и притуриться негде разве что только на матрасах теперь и поделюсь расскажу я вчера потратила просто весь день вот весь день я что я с утра я наверное сразу поехала в Леруа хотела ну какую-то такую знаете временную кухню потому что я не готова и финансово и по каким-то пониманием вообще площади кухонной что и как я хочу как бы теоретически я понимаю какие там цвет там шкафчики да но я не знаю какой там фартух я хочу вот не до конца все понимаю потому что вот этот угол который у нас есть очень такой знаете не в тему и плюс еще это мокрая зона то есть трубы выходит я думала что мы обойдемся возьмем два сорок знаете просто вот так холодильник и вот так вот кухню можно там спокойно купить бюджетную в пределах там 25-30 тысяч ну думаю отлично мы вроде бы так к этому и пришли но я говорю там девочки девочка прям вообще молодец знаете отозвалась просто я ей внесла мозги ну просто мне кажется знаете как будто она со мной сделала супер дизайн проект не в один заход я ей говорю что там есть трубы торчат она говорит ну ничего страшного главное чтобы они не выходили за пределы 56 сантиметров я близенько позвонила Марусе говорю Маруся по мере они выходят 65 сантиметров то есть ну никак их не спрячешь будут просто торчащие трубы с выходом в канализацию ну то есть как бы вы понимаете что это совсем не та история и что-то нужно с этим делать хорошо Маша посчитала вот этот угол плюс-минус и мы быстренько сообразили что можно обыграть этот угол сделать купить шкаф получается на 80 ну как-то там что-то как-то там что-то там сделать но я-то думала знаете столешницу одну купил трехметровую или там 2.40 сколько она бывает и как бы хорошо а теперь получается что нужно столешницу побольше шкафчики с заворотами еще какие-то там примочки вот эти все стеновая панель вот это вообще получается там только 2.40 и мне придется брать две ну придется уже взяла вот думали крутили посчитали с одной кухни посчитали с другой кухни то вроде белая красиво потом думаю да нет белый силишком холодный хочется чего-то теплого вот что-то по типу нашего стола который мы собирали тогда когда с мужем еще приезжали зимой вот такие наверное фасады плюс-минус будут но я думаю что наверное это неплохо это наверное где-то будет гармонично вот и потом были нюансы по поводу столешницы такой нет вернее такая есть но нет фартуха вот этого одним словом вымоталась по полной вымотала мозги и нервы людям там тоже по полной плюс доставка говорю мне нужно либо завтра говорю либо аж потом когда я в следующий раз приеду вот поэтому ну вы знаете вот обслуживание было на высоте просто я очень дотошный человек наверное да но девочка выдержала все мои попытки что-то изменить что-то добавить исправить убавить потом еще другое дело на меня отправила думала знаете так сэкономить не со шкафчиком а с фасадом с вот этим с кухонным фартуком вот но вроде бы даже мы били в чек вот это то что я там думала обыграть а потом пришли к тому что я говорю а почему мы если заказывали то два по два сорок а не один трехметровый ну как потому что вот так вот так угол потому что фартуха нужно больше чем столешницы а а я то думала ааа сэкономить но все таки пришлось убрать два фартуха так что по-человечески было вот и во всей этой суете сборка мебели от леруа тринадцать тысяч ну почти половина даже ну чуть меньше кухня у нас вышла кухня ну это одно название кухня потому что это просто четыре шкафчика чтобы вы понимали четыре шкафчика блинтус стыковочные столешница отдельно и фартук получается вот и раковина да это все вышло нам с доставкой сорок тысяч вот ну и плюс сборка сами понимаете да бюджетная экономная кухня оказалась совсем не бюджетной не экономной но в любом случае там я думала над вариантом можно было бы заказать что-то попроще там как бы там слепили из того что было называется можно было бы но это нужно время время чтобы ты заказала тебе там через две-три недели привезли а тут без раковины ну вот просто ну очень сложно поэтому нужно было по факту поставить и не заморачиваться но хотелось конечно побюджетнее это одна история вторая история это про холодильник и стиралку я конечно же очень надеялась что можно взять в рассрочку ну по привычке знаете в комфи у нас как-то это все было легко потому что я уже опыт имею кухню собирала уже разную технику покупала вот и думала что здесь тоже так можно но конечно же нам у кого нет прописки на большой земле эта функция недоступна все нужно брать только за наличку ну думаю ладно за наличку значит за наличку определилась я уже с холодильником с моделью или конечно же очень приятная функция тоже что если второе берешь технику да то она за пол цены вот думаю ну очень нужно это тоже стиралка безусловно постирать и холодильник чтобы продукты хранить ну и кухня да на матрасах еще можно поспать кровати как говорится это уже такое дело наживное вот поэтому думаю ну за наличку господи завтра заеду закажу или там забью в личный кабинет и сделаю что вы думаете вложу в личный кабинет и пишут что холодильник одна штука и то витринный экземпляр а ну думаю так сама не разберусь поехала в магазин начала задавать вопросы он говорит да буквально утром было 4 их и куда то они подевались а я понимаю что я вот завтра выезжаю ну послезавтра ладно и ну без холодильника сложно нужно его вот уже я конечно размышляла над другой моделью но мы ориентировались все таки на инверторный мотор потому что ну как бы это уже не то чтобы будущее но уже не прошлое точно поэтому и в стиралке чтобы был инверторный мотор и в холодильнике одним словом решаю я ехать в тот магазин где этот единственный экземпляр думаю посмотрю возможно он в идеальном состоянии нечего переживать еду туда в один торговый большой еще один торговый центр я сделала выручку яндекс такси мне кажется на месяц просто за один день потому что как бы на машине еще не рисковала хотя сегодня вот ездили уже на машине потому что думаю так света хватит стоп что это такое ну вот и поехала я посмотрела этот витринный экземпляр да там вмятина и причем такая знаете ну существенная вот но я подошла к консультанту говорю вот такая ерунда я хочу я готова я готова заплатить здесь и сейчас только нужен холодильник и он говорит вы знаете говорит у меня есть на резерве я вчера лично ставил говорит но покупатели не пришли отлично думаю боже мой не зря я сюда приехала и что телефон разряжается ноги просто отваливаются но я понимаю что я должна добить это все до конца я сидела он говорит сейчас все порешаю начали решать они начинают этот резерв убирать как бы должен появиться холодильник но он не появляется что-то там как-то там я не знаю одним словом я заплатила но не хотелось терять на самом деле хотелось взять все таки в комплекте тем более я взяла одной фирмы и взяла стиральную машинку с сушкой спрашивает такой консультант вам подключение нужно я говорю вы знаете подключение конечно нужно но я плохо понимаю как она там станет хотя я взяла довольно таки ну не то чтобы узкую но 45 глубиной вот я посмотрела на эти как говорится у людей как они ставят я до конца я конечно понимаю что она так поместится насколько будет там открываться люк этот ну одним словом нужно увидеть по факту и потом уже понимать что дальше с этим делать потому что в идеале конечно убрать эту раковину тюльпан и развернуть нормальную машинку но при этом нужно тогда вот эту столешницу с накладной раковиной ну либо что-то такое вот одним словом много еще заморочек которые не решаются здесь и сейчас так как я не нахожусь здесь на постоянной основе а нужно это экстренно глобально и по существу одним словом мы вроде бы как договорились но в любом случае я сказала что он говорит вы оплачиваете говорит потом появится я ну что он там сделает перезабьет тот холодильник на этот не знаю одним словом я сказала в любом случае что если мне привезут витрины я его просто не возьму он пойдет обратно вот ну заверили что все будет хорошо приедет новый в упаковке как положено вот поэтому вот такая у меня история я приехала домой очень поздно ну как по мне вроде бы все решила с кухней тоже вроде бы все решила очень долго конечно я же говорю выносила мозги там консультантам тоже и утром уже потому что вчера не было силу что-то читать мониторить думать и получается уже давно приехала начала читать вот по поводу раковины этой которую как бы консультант мне добавил хотя там были побюджетней но добавили эту окей эту как бы средний вариант и я почитала отзывы и они все плохие вот просто все плохие я понимаю что нет я не хочу скорее всего что я ее отвезу сдам и закажу другую сразу с сифоном да не сифон как это называется со смесителем поэтому я конечно люблю усложнить себе жизнь но и с одной стороны я конечно себе тоже говорю о том что боже ну временная кухня ну просто там на пару лет потом чего-то придумаем нет же даже эту временную хочется сделать как-то так максимально приятно и хорошо конечно столешница и вот этот фартук не совсем того цвета которого бы мне хотелось но брать что-то дороже просто нет смысла вот поэтому моему шумаему не знаю как оно все сложится я думаю возможно поискать по объявлениям кто собирает договориться чтобы собрали потому что нужно впиливать ну выпиливать да вот для поверхности для раковины и да кстати я уже наверное говорила или нет что я взяла только низ без верхних шкафчиков вообще ну то есть как бы по необходимости в любом случае потом средства появятся шкафчики всегда можно докупить потому что я пока тоже плохо понимаю как это должно выглядеть пусть хотя бы будет кухня на которой можно приготовить и помыть посуду а дальше уже будем что-то дальше думать ну вот поэтому заговариваюсь уже просто ноги отваливаются я очень хочу поспать но просыпаюсь в пять утра ну скорее всего от того что шторок нет да и вот так тюль заберу подошью и скорее всего приеду когда закажу еще парочку таких потому что пока что я осталась вот прям довольна и одеялом довольно еще хочу заказать подушки такие анатомические да вот поэтому планов много шторки тоже нужно какие-то заказывать потому что без шторок мы просто не затуляем окна чтобы хоть как-то спать вот поэтому кстати по поводу выгрузить видео тоже ничего особо не получилось но я завтра наверное еще съезжу на интернет в торговый центр макаритикари на самом деле но я подумаю что возможно в следующий раз нужно будет позвонить тут как раз интернет я заходила в Билайм когда Маруся покупала новую симку получается я спросила вот у нас так в Ростове когда мы были мы сами себе интернет подключали вообще все отлично они им модем дают и подключают короче все здорово и к ним подошла они говорят нет ваш дом не подключен технически мы не сможем этого сделать вот поэтому приеду там объявление висит Ростелеком буду узнавать у них как они там подключают не подключают конечно он нам не нужен на постоянной основе но если мы тут будем тусить какое-то время а летом скорее всего да не скорее всего а мы уже купили Саше билеты домой и купили до Воронежа поэтому она приедет уже сразу сюда вот так что пока что все вот так вот сумбурно непонятно конечно очень хочется уже посмотреть на кухню пару полочек я себе организовала так чтобы что-то куда-то складывать еще конечно думаю как вариант можно купить комод вот наверное это неплохо но я пока помониторила во-первых собирать муж приедет попозже и купить чтобы просто лежала в ящике ну как бы да в коробках нет смысла уже тогда потом закажу пока выкрутимся вот такой прихожей или гардеробный как ее назвать но ничего в принципе знаете за такую сумму очень символическую мне кажется довольно таки очень приятно прям вы знаете отзыв можно оставить максимально-максимально положительный и пока что пока что меня из всего наверно ничего не разочаровало все пока идет с трудностями но прокладывается дорога как положено вот поэтому наш там себе книжку сегодня забрала купила забрала купила забрали на валберисе наверное вот по майнкрафту вот ну сказала вот такие книги читать буду а своей литературой говорит сами увлекайтесь вот ну ничего мы потихоньку с этого перейдем на классику какую-нибудь ну в любом случае да подростки они такие и главное завлечь не важно пока чем завлечь правильно а там уже освоим так что выдыхаю иду в ванну сейчас и горизонтальное положение потому что сил просто нет так что завтра мы уже выезжаем домой я настроена знаете так по рабочему вот у меня нет такого переживания что я завтра там еду и не было переживания что я приеду что я так сорвалась резко знаете как-то так даже в попыхах возможно не до конца организовано чего я не очень люблю но в принципе очень даже все сложилось я надеюсь что дальше будет складываться тоже вот поэтому завтра уже будем дома знаете дома все-таки немножко по-домашнему что ли не знаю как это правильно выразиться но когда застелены полы когда-то я не привыкла ходить в тапках хотя здесь уже задумалась надо наверное купить вот потому что ну тут еще наверное энное количество раз нужно будет умывать полы чтобы до конца все-таки вымыть это все вроде бы я их помыла и не один раз но все равно это еще не то это процесс еще обживания вот я конечно обливаю когда ходила я там на ковры смотрела и я прям вот для меня это очень много значит вот кровать матрас ковер шторки и сразу мне кажется все так уже уютно тепло правильно что ли да в комнате в квартире поэтому конечно хочется этого всего но не хочется брать лишь бы просто вот с кухней еще ладно с кухней как-то обойдемся вот ну технику уже брали конечно же основательную ну а потом посмотрим как она сложится ну будем стараться идти вперед в правильном направлении так что с вами буду прощаться наговорила вам тут заболтала вас ну знаете кому интересно тот поставит лайк пишите комментарии обязательно я конечно прочитаю намного позже но ничего главное что есть обратная связь и это дорогого стоит вот так что всех обнимаю целую спасибо вам огромное увидимся в следующем видео всем пока пока